просто рукой помогаю ба всем привет вы смотрите самый колено-локтевой канал про единоборство боевые ботаники и сегодня тема нашего выпуска это удары локтями в тайском боксе с виталием дунсом виталик привет у нас уже было несколько выпусков про удары локтями но я посмотрел выпуски и с некоторыми героями согласен с некоторыми нет технику я уже особо показывать не буду все показали рассказали разные удары несколько нюансов хочу уточнить которые не указали наши герои да кто не смотрел эти выпуски здесь в подсказке будет плейлист на все наши выпуски про удары локтями и в описании видео тоже будет часто ко мне приезжают люди уже вроде занимаются там год-два начинаем я начинаю держать лапы локоть он не умеет бить локтями я спрашиваю почему ты не умеешь ну ты уже там ходишь практически год он говорит что тренер в первый год нам не дает локти якобы это очень острое грозное оружие которое учится или через год или некоторые тренера вообще оттягивают пока ты какой-то разряд не получишь возможно в плане маркетинга это правильный ход но нужно прививать сразу эти навыки заходить локтями потому что если я год поработаю в спаррингах без локтей руками ногами потом мне очень тяжело будет заходить с локтями даже если я изучу технику очень тяжело будет применять давай начнем с разминки пока ты ее будешь просто побегаешь поделаешь как умеешь потом я покажу пару моментов как на ударов локтями да все побежали а вот здесь вокруг меня хорошо в стойку теперь стал стоит пробежал до стойку и два удара заходим с боковыми ударами локтями да сбоку 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 левый прав как боксерская двойка как вы двойку вскакиваете так сама левый правый левый правый заходить хорошо то же самое снизу вверх сверху вниз вниз внизу вверх сверху вниз одной рукой да 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 одной рукой вверх вниз вверх вниз хорошенько разогреваем плечевой пояс а это именно как упражнения такие есть такая связка прямо есть да это как и связка есть ты поднял бороду и тут же опустил поднял ему бороду и тут же таким грубым движением опускаешь и заодно мы И вместо банальной скучной суставной разминки разогреваем все нужные мышечные группы. При этом уже включаем боевые элементы. Хорошо, дальше идем. Теперь 4 удара, 4 удара. Вверх, вниз, в сторону, в сторону. Одной рукой 4 удара отлично разогревает ваш плечевой пояс и разрабатывает этот сустав. Вот как тазобедренный сустав нужно разрабатывать, так и плечевой сустав. Поэтому я 4 удара. Раз, два, три, четыре. Если я научусь 4 удара взрываться, делать быстро, один удар потом как с пушки будет вылетать. Раз, два, три, четыре. Вот так разрезаем крест. Раз, два, три, четыре. Одной рукой и другой рукой. Хорошо, а теперь зубочистка. Представляем, что нас схватили за шею. Схватили за шею. Мы берем руку, просовываем одну, вторую, оттягиваем голову и начинаем пробивать с локтей. Если с локтя не достали, там много фишек, можно рукой помочь. Вот просто рукой помогаю и бам. Многие бьют, рука мешает и не могут достать. Вот у вас вторая рука. Я просто помог себе и все. И разрезал. Тайцы между собой шутят, что от локтей нет защиты. Потому что они бьются очень быстро, резко, с близкой дистанции и без замаха. Без замаха, коротко. Кожа на лице очень тонкая и очень легко ее повредить. Не нужно даже точного удара. Достаточно просто вскользь пройти. Все, сечка, зубочистка. Мы оттягиваем его голову и два локтя. Опять. И так мы по кругу двигаемся. В стойке оттянули голову. Раз, два, зашли с локтя. Опять оттянули голову. Раз, два, зашли с локтя. Поехали. Ребят, технику я не поправляю, это просто разминка. Поэтому как же не умеет, так и бьет. Хорошо, сейчас нас бьют прямой. Мы сбиваем руку, а Пайнесси меня еще несет немножко на противник. И заходим туда с локтя. Руку снимаем. Вниз и с локтя. Вниз и с локтя. Раз, два. Да, раз, два. А теперь сам наношу. Сам наношу удар. Потому что локти оружие ближнего боя. И меня просто так противник не подпустит к себе ударить с локтя. Он меня будет встречать боксом, руки, да. Поэтому мне нужно с помощью чего-то зайти. С помощью бокса я сейчас захожу. Я бью джеб. Заставляю его закрыться, да, закрыться. И после этого захожу туда локтем. Боковые удары локтями, они очень мощные, очень сокрушительные. Но по факту они чаще всего противник вот так закрывают. И ваши локти прилетают в оборону, в защиту. Поэтому очень хорошо заходят вертикальные локти. Любые вертикальные. Такие снизу, сверху. Очень хорошо работают вертикально. Поэтому сейчас прямой и с локтя между рук туда заходим. Прямой и с локтя. Прямой и с локтя заходим. Только обратите внимание, я не делаю замах. Раз, два. Нет, в этот момент он уже или уйдет, или первый меня ударит. Раз, и кулак соскальзывает на локоть. Два шага. Два удара, два шага. Раз, два. Раз, два. И захожу туда с локтя. Проникающий туда, между рук. Хорошо, хорошо. Очень важный момент. Опять же, я смотрел, как наши герои показывали про локти. Никто из них не сказал про вот этот момент, который не каждый знает. Рывок. Нужно бросить руку, перчатку к плечу. Смотрите. Па! Вот этот вот рывок сделать. Допустим, при боковом ударе я бросаю руку к плечу и делаю поворот корпуса. Ш-ш-ш. Смотрите, бросок. Видите? Просто... Ты сначала бросаешь, а потом делаешь поворот. Нет, я сейчас разделяю. Раз, два. А все это потом слитно делаем. Одним движением. Ш-ш-ш. Я бросаю и поворот корпуса. Слитно. Одним движением. Я немножко перекрываюсь, если это ближний бой. Где-то проконтролировал его руки, чтобы он меня не ударил. И отсюда сгибаю руку и пш-ш. И с поворотом пш-ш корпус. Вот, то есть сгибать. Некоторые тренера учат бить вот так. Угол 90 градусов. Я не считаю, что это правильно. Потому что конструкция должна быть жесткой. Локоть, колено. Это как кулак. Кулак вы не дожали, ударили, травмировали кулак. Так самое локоть. Сустав не дожали. Ударили в лоб, в твердые места. Все, травмировали. Ну, велика вероятность травмировать сустав. Поэтому вы хорошо, угол острый, чтобы конструкция была жесткой. И плюс вы бросаете, бросаете руку к плечу, чтобы эффект бритвы такой получился. Ш-ш-ш. Снизу вверх. Та же самая история. Я бросаю к плечу. Иш-ш. Поднимаю снизу вверх. Иш-ш. И на ногах как бы вырастаю. Вырастаю на ногах. Бам. Всем тело. Ш-ш-ш. Поэтому этот момент очень важный. Вот, 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 вот. Обратите на это внимание. Ребят, есть хорошее упражнение, чтобы руку хорошо резко рвать к плечу. Чтобы добавлять эффект бритвы локтю, вы берете резину, делаете такую небольшую петлю, надеваете на кисть, делаете натяжку так, чтобы вам руку тяжело было держать. И отсюда начинаете взрываться. Ш-ш. Стягивать. Бьете прямо, прямо, вот, прямо в резину. Вот. Все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я не был. Ничего страшного, что резина в конце пути соскакивает на предплечь. Весь путь все равно она давила куда нужно. Вы стараетесь максимально быстро руку рвать к плечу. Ш-ш. Вот. И отсюда. Ш-ш. И вот так взрываетесь. Ш-ш. Бьете прямо, прямо в резину. Потом после резины так поделали секунд 40. И потом 20 секунд. Ш-ш. Без резины. Ш-ш. Руку как можно резче к себе. Ш-ш. Рвем и ш-ш. Отрабатываем. Вот такое упражнение. Допустим, я хочу зайти в ближний бой с локтя. Вот здесь и мне могут залепить. Если я так перекроюсь, он может там сбоку мне в этот момент, да, режущий сверху там накинуть. Поэтому могу не угадать. Как классно зайти в ближний бой. Смотрите, я могу вот так вот заходить и руки перекрывать. А ну вот так. Вот таким образом. Получается у меня вот такой заход. Видите, я перекрываюсь. И сбоку закрыт, и отсюда закрыт. Заходим. Там, перекрываясь. Да, тогда локоть вот так 90 градусов. Это один из вариантов, когда он используется. Вы заходите туда и уже подхватываете более мощными атаками. Очень классная тема. Зашли, все, захват, пошли. Ближний бой. Ты сказал, что локти – это оружие ближнего боя. То есть локти с дальней и средней дистанции не применяются? С дальней дистанции мне очень нравится Супермен локоть. Я очень часто на лапах даю. Но он применяется тогда, когда я уже доминирую. Когда я тебя вывел из баланса. Допустим, там тип толкнул, бум, ты поплыл, да. Я показываю ногой и захожу туда с локтя. Очень хорошо именно локоть вертикальный. Потому что у тайцев, ну, когда ты дерешься, у вас у обоих предплечья мокрые. Плюс они намазаны разными маслами. Поэтому локоть между рук заходит за милую душу. Когда ты видишь, что тушка на тебя летит сверху, у тебя реакция какая? У тебя реакция вот так вот, ну, в основном, зажаться, вот, спрятаться. Если вы будете обрушиваться вот таким локтем, вы, скорее всего, попадете в оборону. Поэтому вот такой локоть вертикальный, снизу вверх проникающий, очень отлично заходит. Еще раз, вы там накормили или попали успешно с руки. Он поплыл, я тут же догоняю с локтя. Или он там начинает бить, допустим, колено какое-то, колено. А я с локтя его, бум, на опережение, бум, ты немножко поплыл, да, и таким суперменом туда. Супермен, он бьется не всегда на длинной дистанции. На короткой, вот я могу с короткой, но благодаря вот этому маху еще резче зарядить, еще сильнее. Так а в чем прикол супермена? Это просто красивый понтовый удар или это некая обманка просто, когда люди смотрят на это движение? Это обманка, это, во-первых, обманка, ты показываешь ногой, заходишь рукой. Во-вторых, это способ преодоления дистанции. То есть, я, допустим, тебе попал правый прямой, бум, и ты поплыл немножко. Если я буду вот так идти, это долго, ты можешь прийти в себя уже, уйти в соль. А я могу его использовать не как обманку, а как способ преодоления дистанции. То есть, я только попал, не теряя времени, я делаю мах, и я уже тут же настигаю тебя. А вот когда вот так вот сверху бьют локтями, это куда бьют? Это бьют по голове, по ключейцам. Неважно, сверху, если я с трием локтя, вы обрушиваетесь, хоть куда я попаду, это будет очень неприятно. А в голову ты разобьешь сам свой локоть, нет? Ну, локоть очень крепкий, не знаю, я не сталкивался, чтобы разбивать локоть именно. Скорее всего, ты голову ему рассечешь. Если в ключицу, рука у него отнимется. Там неважно, там если ты залетаешь, выпрыгиваешь, залетаешь сверху, все это круто. А с разворота бьешь? С разворота бью, мне нравятся больше не вот эти вот удары. Ну, понятно, они очень сильные, но они чаще всего опять же попадают в защиту. А именно вот ты заходишь и сверху, сверху очень тяжело заблокировать, и ты не ожидаешь. Или там где-то, пам, снизу, снизу поднимаешь, да. Одним промахнулся, сразу снизу поднимаешь. Вот такие. Мне очень нравится, я сторонник вертикальных локтей. Сверху, снизу и прямо. Вот этот вот удар мне очень нравится, когда ты голову придерживаешь, минимальный замах, и па, вперед. Вот попробуй себе в ладошку ударь, попробуй, насколько это неприятно, острием локтя. Чувствуешь, что, представь, это в зубы, в нос все залетит. Ну, это тоже, когда уже там он не сопротивляется практически. Нет, почему? Вот мы заклинчивали с тобой, я твою голову держу. Вот ты свеженький, ты бодренький. Ну, где-то там, пам, пам, колено. Вот. Все, сразу применяется, это очень опасный удар. Виталий, в твоем инстаграме я видел упражнение планка для локтей, для чего это? Просто надоела обычная планка или что? Да, да. Один из вариантов разнообразить планку, потому что, ну, если ты опытный спортсмен, ты это уже все простоял, очень много минут, это скучно. Лично мне это скучно. Мне, чтобы сохранять интерес к этому виду спорта, мне нужно постоянно что-то новое, новое интересное. Вы становитесь на руки, все, и начинаете один раунд, две минуты засаживать удары локтями. Засаживать, можно два удара с локтями. Па, па. Все, это такая работа не отменяет того, что у вас работают руки, ноги, спина, пресс, все тело укрепляется, при этом вам не скучно, две минуты пролетают. Хотел сказать быстро, но когда вы работаете, да, они не очень быстро пролетают. Все, и вот такая вот работа. Еще суть в чем, вы стараетесь из неудобного положения на коротке, видите, я сильно не замахиваюсь, вот, коротко, на коротке бить очень жестко. Потом из удобного положения, когда вы добавите уже работу ноги, еще лучше спин, удары будут еще острее, еще жестче. Если у кого-то нету подушки, во что бить, есть только дом, коврик, можно не бить, а просто имитаться, имитаться, делать выпады на локоть, выпады. Но это разные цели упражнения. Да, это я просто сейчас показываю варианты разнообразить планку и использовать при этом локти. Ну, то есть это по большому счету просто, чтобы было не скучно. Да. Какой-то супер пользы для ударов локтями это не несет? Или они там укрепляются? Именно для локтей супер пользы не несет, но ты когда именно стараешься локтем, да у тебя лучше задействуются вот косые мышцы, ты здесь скручиваешься. Ну, все равно работа хорошая, на пресс идет разнообразно. Не просто статично, а такая динамичная. А именно для локтей, да, пользы это особо нет. Просто разнообразие. Друзья, ну вот и все про удары локтями. На самом деле я всегда беспокоюсь, когда мы снимаем выпуски на темы, которые уже освещены были в наших передачах ранее, но, возможно, вам интересно посмотреть те темы, которые показывали другие тренеры уже в исполнении там Виталия, например. Если да, и я не прав, и можно раскрывать темы, которые уже были, то напишите в комментариях. Если нет, повторяться, вы считаете, не имеет смысла, то пишите опять-таки в комментариях те вопросы, те темы, которые еще, на ваш взгляд, не были освещены, там по тайскому боксу в частности, и мы с Виталием обязательно снимем уроки и на эти темы. Подписывайтесь на канал Бывые Ботаники, приходите к Виталию на персоналке, ссылка на его инстаграм будет в описании этого видео, ставьте лайки этому выпуску и подписывайтесь на наш инстаграм. Все, всем счастливо, всем пока. Виталик, спасибо. Видите, после моих ударов, все просто вот, все, в отличие от Виталика, я разрываю насквозь. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме.